Когда мир вокруг погружается в военную агонию, вот она, наша мягкая сила. Ответственность за жизни в буквальном смысле на нехрупких плечах. Сегодня в вооруженных силах Беларуси службу по контракту проходят более 4 тысяч представительниц прекрасного пола. Из них более 900 офицеров, 3 тысяч солдат, сержантов и прапорщиков. Они выполняют сотни разных задач. Связистки, снайперы, медики, желающих получить офицерские погоны, с каждым годом становится все больше. В военной академии очередь из девушек. Сегодня в стенах военного вуза учатся 142 боевые подруги. Год назад впервые косички замелькали на факультете противовоздушной обороны. Рекордный набор 35 курсантов учатся на защитниц неба. О хрупких и отважных в новом выпуске по форме с Анной Чиш-Литаш. Людмила Павличенко, снайпер. 309 уничтоженных немецких солдат и офицеров. Марина Роскова, летчица. Создала первый в мире женский авиационный полк. Мария Октябрьская, механик-водитель танка Т-34. Екатерина Зеленко. Единственная в мире женщина, совершившая таран. Они прошли великую отечественную. Большинство отдали свою жизнь за родину. Красивые, хрупкие, бесстрашные, отчаянные и мужественные. Всего полмиллиона представительниц прекрасного пола воевала в 40-х. И каждая из них приблизила победу. В наше время женщины выполняют задачи наравне с мужчинами. Они не только служат в кадровых и финансовых подразделениях. Они разведчики, снайперы, медики, связисты. Современное женское лицо белорусской армии. Какое оно? Давайте посмотрим. Старший сержант Наталья Кучина службу в армии начала в 1986 году в 5-й бригаде специального назначения. Сперва была должность делопроизводителя, затем мастера по ремонту воздушно-десантной техники. За ее плечами около 4 тысяч прыжков с парашютом. Заслуженный мастер спорта СССР. Многократный чемпион первен Союза и Беларуси по парашютному многоборью. Недавно Наталья Николаевна ушла со службы, но родное подразделение не покинуло. Сегодня она продолжает трудиться в бригаде, но только уже в гражданской форме. Прапорщик Екатерина Латышевич. Старшая медсестра приемного отделения медотряда спецназначения. В прошлом году она вместе с коллегами на протяжении месяца оказывала помощь населению Сирии, которая пострадала от землетрясения. Без выходных и отдыха. Принимая тысячи пациентов, она выполняла свой долг. Старший сержант Ольга Руденко. Девушка-рекордсмен по скорости приема передачи данных азбукой Морзе. Громкую победу одержала на армейских международных играх. Ольга служит на центральном узле связи в должности техника отделения оповещения. Прапорщик Ирина Авдзевич проходит службу в подразделении сил немедленного реагирования 120-й механизированной бригады в должности офицера-психолога. До этого 8 лет служила медиком в этой же части. Неразрывно с личным составом. Международные командировки, учения, полевые выходы на месяц. 24 на 7 рядом с солдатами. Ее слово порой для них лучшая поддержка и помощь. Младший сержант Наталья Анищук стала первой девушкой, которая получила нагрудный знак доблести и мастерства. Старший механик-телеграфист батальона связи 38-й десантно-штурмовой бригады успешно преодолела все этапы. Марш-бросок на 30 километров. Десантирование, топография, плав через реку, огневая подготовка, спарринг с тремя партнерами. К слову, пятидневные испытания на прочность и выносливость не может пройти большинство участников мужчин. Она смогла. А теперь о тех, кто вскоре планирует надеть офицерские погоны. Курсантки военной академии. Например, Диана Куреленко помимо отличной учебы успевает заниматься и спортом. Выбрала она не совсем женский вариант армрестлинг. Первое соревнование – поражение. Не сдалась и начала заниматься еще активнее. Теперь в копилке наград одни победы и разряд – кандидат в мастера спорта. Еще один пример – сержант Александра Мышковец. Единственная девушка в таком звании в военной академии. Она не просто учится на отлично, она старшина женского расположения. Казалось бы, такие хрупкие, а на самом деле храбрые и сильные. Порой они выполняют задачи наравне с мужчинами. Многие трудятся на тыловых должностях, но их задачи не менее важны для армии. Они приходят на работу в платьях и на каблуках. Волосы уложены в игривые локоны. На губах блестит помада. Переступив порог кабинета, наряды меняются на боевую форму или кителя. А вместо каблуков – берцы. Их смех и улыбки разукрашивают даже самые трудные военные будни. Они – украшение вооруженных сил. Они – гордость армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова